Доброе утро, дорогие телезрители! С нетерпением, наверное, все мы ждем начала топительного сезона, чтобы вставать по утрам было не так мучительно, но вставать по утрам приятнее от того, что это утро вы встречаете вместе с нами. Поэтому в ближайшие полчаса не переключайтесь, вас ждет много интересного. Для начала рубрика «Разминка», которая уже приготовила новый комплекс упражнений, поэтому смотрим внимательно и повторяем все инструкции тренера. Доброе утро, дорогие телезрители! Начнем новый день с шейпинга. Сегодня я покажу вам укрепляющие упражнения для проработки мышц внешней и внутренней части бедра. Примите исходное положение лежа на боку, работаем верхней ногой. Итак, поехали! Вверх-вниз на два счета в быстром тенденце. Во время выполнения этого упражнения у нас очень хорошо укрепляется мышца в нижней части бедра. Еще пять, четыре, три, два. Начинаем сгибать колено, работаем вверх и в сторону. Вверх и в сторону. Выдох, до. Еще, не останавливаемся. Еще четыре, три, два. Отлично! Оставили ногу на весу, теперь поднимаем нижнюю ногу. Вверх-вниз. Здесь очень большая амплитуда, и за счет этого у нас очень хорошо работают мышцы внутренней части бедра. Еще три, два, один. Опускаем верхнюю ногу, продолжаем работать нижней, но уже в более быстром темпе. В два раза быстрее. Выдох, до. Выдох, до. Еще. Не останавливаемся. Пять, четыре, три, два. Еще одно упражнение. Начинаем уводить ногу в сторону. Делаем вот такой вот небольшой полукруг. За счет этого у нас нагрузка на мышцах внутренней части бедра усилилась. И, кстати, здесь еще включились мышцы живота. Еще четыре, три, два. Отлично! Меняем положение тела. Делаем то же самое на другую ногу. Поехали! Работаем верхней ногой. Вверх-вниз. Вверх-вниз. В быстром темпе. Еще. Четыре, три, два. Начинаем разгибать, разгибать, разгибать колено. Еще. Вверх и в сторону. Вверх и в сторону. Еще четыре. Три, два. Отлично! Оставили ногу на весу. Поднимаем нижнюю ногу. Поехали. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Здесь очень хорошо ощущается нагрузка на мышцы внутренней части бедра. Не останавливаемся. Еще четыре раза. Раз. Два. Три. Четыре. Опускаем верхнюю ногу. И в более быстром темпе работаем нижней ногой. Еще. Пять. Четыре. Три. Два. Один. И завершающее упражнение. Полукруг через низ. Более сложное упражнение, где работают не только мышцы внутренней части бедра, но и мышцы живота. Еще пять. Четыре. Три. Два. Отлично! Молодцы! Слегка растянем мышцы. Скрестили ноги и потянули вперед. Не напрягаем мышцы. Еще немного. Отлично! Восстанавливаем дыхание. Делаем глубокий вдох и выдох. На этом наше занятие подошло к концу. Это была разминка на канале ТДК-42. До новых встреч! Рубрика «Этот день» уже спешит нам рассказать много интересного, что касается сегодняшнего дня. 6 октября на календаре. И прямо сейчас мы узнаем, какие праздники отмечаются в мире. А также, кто сегодня справляет свой день рождения из известных личностей. Ну и, конечно, наши дорогие именинники. Все имена мы с удовольствием перечислим. Доброе утро, друзья! Сегодня 6 октября. Отмечается Всемирный день охраны мест обитания. Также день российского страховщика. В Белоруссии день архивиста. В Египте день армии. В 1889 году в этот день в Париже открылось ночное кабаре «Мулин Руш». В 1927 году началась эра звукового кино. Состоялась премьера первого звукового фильма «Певец джаза». В 1977 году состоялся первый полет истребителя МиГ-29. А в 2010 году вышло фото и видеоприложение «Инстаграм». Именины у Андрея, Антонины, Ивана, Иннокентия, Ираиды, Николая, Петра и Раисы. Не забудьте поздравить своих родных и близких. Ароматизированные палочки или благовония добавят неповторимый аромат в ваше жилище. Но вместе с этим ароматом приходит какой-то неприятный запах, который иногда раздражает нас. Из этого можно сделать вывод, что не такие уж они и полезные. Мы решили разобраться, есть ли вред от ароматизированных палочек. Не так давно датские ученые заявили, что ими установлена связь между увеличением риска возникновения рака легких и постоянным применением ароматических палочек. Оказывается, систематическое многолетнее вдыхание благовоний повышает риск рака легких почти в два раза. А при нерегулярном использовании благовоний можно вдыхать их спокойно. Вероятность рака не повышается. На развитие рака влияют содержащие в дыме органические канцерогены, карбонильные соединения, бензол и полиароматические углеводороды. Настоятельно не рекомендуется применять благовония постоянно, а также в плохо проветриваемых помещениях. Сейчас, наверное, каждый уралец именно в сентябре и октябре месяце очень часто слышит фразу «а помидоры не нужны». У всех, у кого уродились помидоры в большом количестве, стараются поделиться ими со своими соседями, друзьями и близкими. А несколько фактов о томатах наверняка изменят ваш взгляд на эту ягоду. Поэтому, дорогие телезрители, смотрим вместе и берем от всех друзей помидоры в большом количестве. Слово «помидор» произошло от итальянского слова «золотое яблоко». Томаты в Старый Свет привез Христофор Колумб в 1493 году. Первый рецепт европейского блюда с диковинными плодами был опубликован в Неаполе только в 1692 году. Когда томаты еще не были признаны съедобными, в России их называли «бешеными ягодами» и «псинками». В томатах, прошедших тепловую обработку полезных веществ, больше, чем в сырых. В 1776 году подкупленный британцами повар приготовил для Джорджа Вашингтона мясо, сваренное с помидорами. Он был уверен в том, что плоды ядовиты. Томаты сорта «Бычье сердце» могут достигать веса более 700 граммов. Китайские и японские ученые выяснили, что ежедневное употребление томатов снижает риск депрессии на 51%. Хотя ботаники относят томаты к ягодам, на Западе его долгое время считали овощем. Укороченные брюки или брюки длиной 7,8 – очень стильный вид одежды. Правда, носить их нужно девушкам с достаточно высоким ростом. И, конечно, не обойтись тут без высоких каблуков. Именно при этом условии ваши ноги будут казаться гораздо длиннее и изящнее. Об укороченных брюках в следующем сюжете. Сейчас в это трудно поверить, но до конца 30-х годов прошлого века женские брюки считались чем-то запретным, вульгарным и безвкусным. Законодатели моды того времени не спешили включать брюки в женский гардероб. Однако, благодаря стараниям Коко Шанель и Марлен Дитрих, брюки все же избавились от своей дурной славы и постепенно превратились в настоящий культ женского стиля. Узкие широкие брюки длиной до щиколотки и немного выше станут еще одним модным трендом весенне-летнего сезона 2015 года. Эта модель идеально подходит для теплого времени года и прекрасно сочетается практически с любым стилем в одежде. Однако, выбирая укороченные брюки, нужно помнить, что такая длина имеет свойство съедать рост и делать ноги чуточку полнее. Модный тренд, который наверняка станет фаворитом будущего сезона, успели облюбовать многие известные бренды. Лекарства помогают нам справиться практически с любым недугом. Однако, употребление одних и тех же препаратов вызывает привыкание. Мы решили рассказать, как избежать этого и что делать, чтобы к лекарствам не было привыкания. Если долго принимать одни и те же лекарства, может получиться так, что лечение становится все менее эффективным. Так случилось потому, что организм привыкает к химическим веществам, то есть происходит устойчивость к медикаментам. Часто организм привыкает к антибиотикам, слабительным, антигистаминопрепаратам. Врачи иногда рекомендуют сменить препарат, но самостоятельно назначать себе лекарства не стоит. Случается и так, что врач может ошибиться и назначить неэффективное средство. Смело обращайтесь к врачу и просите поменять таблетки. Возможно, стоит проконсультироваться и с другими специалистами, ведь важно правильно поставить диагноз и вовремя начать лечение. Финики очень вкусные, сладкие и, конечно, они многим нравятся. Но мы решили посмотреть на финики с совершенно иной стороны и разобраться, можно ли набрать лишние килограммы, если есть финики в большом количестве. Мне кажется, этот сюжет будет интересен очень многим. Финики – очень сладкий и калорийный продукт. Многие стараются не употреблять эти плоды, чтобы не набрать лишние килограммы. Однако высокая энергетическая ценность – это польза и вред фиников. Польза фиников для сладкоежек неоценима, если человек обожает сладкие продукты и не может прожить без них и дня. Пусть лучше кушает финики, пополняя запас организма ценными и полезными веществами, чем наедается булками, пирожными и конфетами. Вред фиников часто ассоциируется к калорийностью. В 100 граммов этого лакомства содержится около 280 калорий, а в одном финике содержится примерно 23 калории. Конечно, увлекаясь чрезмерным поеданием фиников, лишние килограммы набрать легко. Ребенок – это уже маленькая личность, и свои эмоции он выражать любит, правда, не всегда доступным для взрослых способом. Истерики, недовольства – все это переживания детской души. Правда, нужно научить ребенка, чтобы он правильно выражал и недовольства, и какие-то обиды. В следующем сюжете мы поможем разобраться, как сделать так, чтобы ваш ребенок адекватно реагировал на собственные эмоции. Всегда вдумчиво слушайте, что говорит вам ребенок. Глупо требовать от него искренности с вами, если до этого вы постоянно невнимательно его слушали. Просто выговориться часто помогает и взрослым. Так почему бы и не попробовать сочувственно молчать, слушая ребенка? Ни в коем случае не надо отрицать чувства ребенка. Позвольте ему расстроиться, злиться и обижаться. Останавливайте себя в желании сказать «не плачь, прекрати, ты ведешь себя глупо». Чем больше вы пытаетесь просто прогнать негативные переживания ребенка, тем сильнее он расстроится. Если ребенок требует чего-то невозможного в данный момент, оставьте логические доводы в стороне. Лучше признайте желание ребенка. Я бы очень хотела, чтобы прямо сейчас у нас были конфеты. На первый взгляд все эти шаги кажутся простыми, но автоматически мы привыкли действовать по-другому. Регулярно тренируйтесь и воплощайте эти советы в жизнь. Красивый воротничок может стать отличным аксессуаром и к платью, и к блузке. Самое главное, что воротничок может стать отличным аксессуаром и к платью, и к блузке. Самое главное, что поменяв воротничок, вы практически изменяете свой внешний вид. Мода на воротничке, именно это стала главной темой следующего сюжета. Многие не могут решиться на приобретение такого модного аксессуара из-за банального незнания, с чем же носить съемный воротничок. Так вот, чтобы такая стильная деталь смотрелась уместно, следует знать и соблюдать простейшие правила. При ношении такой детали с одеждой заведомо имеющей воротник, важно подобрать модель, полностью перекрывающую родной воротник. Воротничок лучше сочетать с простой по стилю и крою одеждой, без лишних привлекающих внимания деталей. Воротнички одинаково великолепно смотрятся с вырезами горловины всевозможной формы, асимметричным, высоким, каплей, сердечком, лодочкой, V-образной декольте. Лучшим образом смотрятся воротники, сочетающие с цветом основной одежды. Воротники с острыми уголками великолепно сочетаются как с повседневной одеждой, так и с трогими костюмами. Воротник-стойку вполне можно сочетать с вечерними платьями, да и просто носить, как обычный отдельный аксессуар. Обильно декорированный воротник гармонично смотрится на тонкой, изящной шее. Дизайнеры рекомендуют подбирать съемные воротники, отталкиваясь от формы лица. Так девушкам с круглыми чертами лица следует отдавать предпочтение треугольным моделям воротников. А людям с продолговатой формой лица подойдут модели стойки и традиционные, слегка закругленные. Спрессованные салфетки в виде небольших таблеток – это настоящая находка для любой хозяйки. Воду впитывают хорошо, стоят недорого, а самое главное – не жалко расстаться. И в следующем сюжете мы решили рассказать о таких салфетках более подробно, даже у них есть свои нюансы. Салфетка в таблетках – это индивидуальное средство гигиены, которое занимает очень мало места, экологически чистое и абсолютно безопасное. Все, что нужно для использования салфетки – это достать ее из индивидуальной упаковки и немного смочить. Она тут же впитает влагу и станет полноценной салфеткой, которой можно вытереть руки, лицо, тело, а также фрукты и овощи. Салфетки не содержат консервантов или антибактериальных веществ, которые могли бы вызвать раздражение у детей или у детей с чувствительной кожей. Применение таких салфеток станет лучшей альтернативой для людей, склонных к аллергии. В состав продукта не входят ароматизаторы и красители. Индивидуальная упаковка идеально сохраняет каждую спрессованную салфетку и не позволяет размножаться бактериям и грибкам. Ну что ж, дорогие телезрители, наша программа подошла к концу. Я еще раз напоминаю, на календаре сегодня 6 октября, вторник. Второй рабочий день недели особенно сложный, ведь нам так сложно примириться с мыслью, что выходные так далеко. Но в этом есть один неоспоримый плюс. В ближайшие несколько дней вы сможете полностью окунуться в работу и никуда не торопиться, ведь выходные еще далеко, а это значит, что времени для выполнения всех заданий еще достаточно. Поэтому всем отличного настроения, хорошего рабочего дня и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok